Сегодня православные верующие отмечают Рождество Христова. Праздничные службы прошли во всех православных храмах Тульской области. Это Рождество для талюков стало необычным, изменилось место главного торжества. Специальный репортаж из Успенского кафедрального собора смотрим вместе с пресс-секретарем Тульской епархии, Игуменом Агафангелом. Впервые после долгих лет забвения рождественская служба была совершена в Успенском кафедральном соборе. Этот храм имеет непростую историю. В 30-х годах его пытались взорвать, но собор оказался очень прочным и выстоял. Позже в нем размещался филиал Государственного архива. В мае минувшего года он был торжественно освящен и теперь является духовной жемчужиной на радость всех горожан. Сегодня праздник великий, Рождество Христово. Мы каждый год приходим в ночную службу. Это рождение Иисуса Христа. Это такое прям величественное, наверное, событие. Так что вот мы приехали с ребеночком сюда. Интересно хоть показать ему, что это значит. Такая радость, такой праздник. Он вместе с тем и детский праздник, потому что Христос родился. И девочка сама изъявила такое желание. Праздник, можно сказать, для нас, для всех и для них в том числе. Мы первый раз хотели побыть на службе праздничной, рождественской, вечерней. Вот. Первый раз. У нас традиция в семье такая. Наши бабушки ходили всегда, нас учили в детстве. Так что для нас Рождество – это очень большой праздник. Каждый год ходим в церковь и остаемся в службу. У нас сегодня святой праздник. Праздник Рождества. Новый год. Хотелось бы, конечно, пожелать в этот день всем жителям Тульской области добра, счастья, мира, любви, здоровья. Чтобы наша прекрасная, замечательная область, она процветала. Чтобы люди здесь жили комфортно, удобно. Я хочу сказать одно. Мира всем, добра и благополучия. Присвихай, Богородица, помогай нам. Начало Божественной Литургии предваряется торжественной встрече архиерея. Владыку облачают богослужебные одежды, символизирующие царское достоинство и божественную славу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Богослужебные одежды. Архиереи прикладываются к главной иконе праздника, находящейся на центральном аналоге храма. Богослужебные одежды. В центре храма на кафедре происходит облачение владыки в архиерейские одежды. После чего правящий архиерей торжественно благословляет всех молящихся. КОНЕЦ 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 В продолжении литургии совершается малый ход, в процессе которого из алтаря износится Святой Евангелие, которое символизирует выход Господа Иисуса Христа на проповедь, начало Его служения людям, начало распространения света Христовой истины. КОНЕЦ 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 Ему вся Вселенная тогда. Вот посмотрим. Ангелы принесли свое послушание и возвестили не от себя, а от Бога порученную весть. Родился вам Спаситель мира и стали петь песни славословия. Слава Вышли Богу на земле мир в человеческих благоволениях. Так небеса послужили Богу и принесли Ему такой дар. Слава Земля. Земля приносит пещеру, которая невместима и вмещается неограниченно. Пустыня. Пустыня приносит сухие ясли. Из сухого дерева пустыни, которая выросла, сделанная руками человеческими, и траву, которая уже засохла. И как сено лежит в ней, для того, чтобы вот это, эти такие вот простые пелины земного существования, прав земной, стал бы престолом для Божественного Всевозможного. Люди, разумные люди науки того времени, люди приносят дар, золото, ладан, смирну, в своем поклонении пред величием Божьим. Светила на небосводе дают звезду. Каждый по-своему участвует в этом событии. И мы сегодня не только воспоминанием в своей памяти возвращаемся к тому историческому событию, которое удалено от нас с вами на 2013 лет во время. Нет. Мы сегодня тоже призваны именно к этому. Каждый принести ему то, что может дать возможность органически с ним соединиться. Золото, непорочности своих мыслей, благоуханный ладан, послушание добровольного в своей воле, Смирну погребения, всегда употребляемое при погребении человеческого тела, лишенного дыхания жизни, Бестрастие своего тела, принести это Богу, И через это просить Его, как садовника, в насаждении небесного Отца, Вот к этому своему Богочеловечеству, к этому своему корню жизни и стволу, Вне твение, приявить меня и позаботиться. Чтобы это не было бы просто механическим действием, А чтобы оно раскрылось в полноте органического единства, Чтобы та жизнь, которая есть в нем, перешла в меня, как мое, в собственное достояние. Вокруг этого торжество настоящего праздничного дня. Не потому, что, наконец-то, тяжелое время сорокадневного изнурения себя в пище заканчивается. Не ради этого такое торжество, что можно кушать детям шоколадки, А взрослым мясо со всякими приправами. Нет. А именно в том, что можно, наконец-то, почувствовать. Увидеть красоту человечности богообразно. И почувствовать ее в себе через то, чтобы войти в единство с тем, что нам дано в церкви. Вот в крестовом богочеловечестве, о котором он говорит, что нету такой силы, Которая могла бы ее разрушить. Потому, что в сущностном ипостасе его самосознание тварные и нетварные соединились неразручно и нераздельно. Для нас это несокрушимая победа. Но требует от нас ответственности. И в субъективном смысле воспринятие времени крестоношения. Как он показал. Проложив нам путь. Как он нес этот крест. И как победил Своей смертью нашу смерть. И дает эту победу нам с вами. Приобщиться этому. Дорожить этим. Мы и призвали научиться в жизни нашей церковной. В нашей, за каждой божественной литургии. За общим нашим делом. С Богом. Во святее Троица с вами. Со всеми святыми. И с теми, кого мы тут сами. Вот видим друг друга. Локоть в локоть и плечо в плечо. Ищущими. Как пройти по пути жизни истины, которые есть Христосом. И дай Господь нам сегодня принести Ему, как вот эти волклы, в завершении этого сорокадневного нашего усердного преодоления своей самости ради Христа, чтобы стать единонравными Ему, чтобы стать подобными Ему, принести и не просто формально успокоиться. Все, донес, все сдал. Нет. Потом все-таки вслушаться. Как Господь действует в нас. Это очень важно. Потому что от этого опыта вслушивания рождается доверие к Богу. Живая вера, которая затем ведет нас по жизни. Вот именно так, как мы слышали в эти вот все ближайшие дни от апостола Павла, как он вспоминал всех ветхозаветных правоцов и отцев, как они своею верою, любовью, движимую, достигали Царства Небесного внутри их пребывающего. Этой благодати в опыте сегодняшнего дня мы сейчас, эти несколько десятков минут, будем искать, моля Бога, снизойти к нашей немощи и благодаря Ему за все те неизреченные дары и милости, которыми Он нас согревает и созидает по Своей благодати. Да славится им нас великое имя Святые Троицы Отца и Сына и Духа Всесвятаго во веки веков. Аминь. Сына и Духа Всесвятая Троицы Отца и Сына и Духа Всесвятая Троицы Отца и Сына.